Хотелось бы вам пожелать, чтобы вы никогда в своей жизни не встречались с тем, кого я сейчас буду играть. Здрасте. Вы знаете, почему вас задержали? По недоразумению. Как? По недоразумению. Я сразу сказал, что меня надо отпустить, а они два часа сидите, ждите следователя, сидите, ждите следователя. Объяснял, объяснял, все как об стену горох, не хотят даже слушать. Говорят, сидите, ждите, сидите, ждите. При каких обстоятельствах вас взяли, помните? Помню. Не при каких. Ну, я как все нормальные люди, пришел в районную управу, дать взятку. Ну, чтобы мне разрешили поставить гараж в стверике возле дома. Главное, никого не трогал, не шумел, не буянил, матом не ругался. Минуточку, минуточку. Вы только что сказали, что вы пришли дать взятку, я правильно понял? Да, правильно, совершенно верно. Я вошел в кабинет, Николай Петрович сказал здравствуйте, я говорю здравствуйте, он говорит принесли. Я дал ему деньги, он убрал их в стол. Тут врываются какие-то люди, хватают за руки. За что? Ну, я ведь не буянил, не ругался матом, не курил, зеркала не бил, женщинам не приставал. За что? Не понятно. Так, подождите, давайте по порядку. Вам нужен гараж, так? Так. И чтобы его получить, вы решили дать взятку, если я вас правильно понимаю, так? Так. Ну? Что? Что, что? А что, ну? Что, не понятно? Нет. Вы решили дать взятку, так? Так. Ну? Что? Зачем вы взятку-то давали? Ну, я же вам говорю, чтобы мне разрешили поставить гараж в скверике возле дома. Да у нас все давали. Вы, вы либо святой, либо... Да я не святой. Я вижу. Да нет, ну, действительно, у нас все давали. Да, поконкретнее можно? Да. Давайте. И Иван Васильевич с 12 этажа, и Осипов Володя из 7 подъезда тоже давал. И Антонина Петровна... А вот подождите, вам не кажется, что вы сейчас вот так вот огульно просто вот берете людей, оговариваете? Кого? Да они мне сами сказали, кому и сколько давать. Я понятия не имел. А то ведь, знаете как, придешь вот так вот, дашь меньше, чем нужно, и человека хорошего обидишь, и сам ничего не получишь. А то мне вообще тут случай рассказывают. Один мужчина пришел, там другой сидит. Он ему 500 долларов сунул, тот говорит, подождите в коридоре минутку. Через пару минут выходит, говорит, еще пять минут, и ушел. И что? И все. Оказывается, он сам посетитель был. Ну, не стыда, не совести у людей. Где живем? Слушай, интересный вы человек. Прям какой-то борец за нравственность. У меня даже какая-то к вам симпатия, что ли, появилась. А это правильно, потому что я никого не трогал, не шумел, не ругался матом, не курил. Я вообще не курю. Понимаете, я же не адвокат ваш. Я следователь. Со следователями не надо так уж откровенно. Если все будут откровенны со следователями, полстраны в тюрьме окажется. Да? Да. Слушайте внимательно. Какие-то случайные люди, случайные, вас научили. Сказали, что нужно дать взятку. Так? Так? Так. Так. Вы их не знаете. Не знаю. Вот. Это какие-то случайные люди. Вы в первый раз их видите. Кто такие, вам неизвестно. Да? Неизвестно. Иван Васильевич с двенадцатого этажа, Иосифов Володя из седьмого подъезда. Да забудьте вы о них. Сами вы ни за что бы не дали взятку. Так? Так. Так. Ни за что бы не дали. Нет. Ни за что бы не дал. Вот так и записываю. Ни за что не дал бы. Сам не дал бы. Но ты не дашь и тебе не дадут. Слушайте, ну есть же достойные люди. Академики всевозможные. Там, я не знаю, космонавты, понимаете. Профессора. И у них у всех есть гаражи. Но это не значит, что все они обязательно дают. Иначе не дадут гараж. Вы знаете, что дача взятки это уголовное преступление. Которое преследуется по закону. Вы совершили преступление, понимаете? Я? Какое? Вы взятку дали. Ну, да. Правильно. Я же вам говорю, мне нужен гараж. Без взятки не дает разрешения. По закону нельзя. А со взяткой можно. Может, все дают, но не все попадаются. Слушайте внимательно. Кто попался... Кто попался, говорит. Сам не знаю, как это получилось. Черт попал. Хорошо. Не знают, как это получилось. Раскаиваются. 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 Вот. Понятно? Это понятно? Понятно. Вы раскаиваетесь? Раскаиваюсь. Ну, слава тебе, Господи, наконец. Ты уж подумал, что с ума сошел. Я раскаиваюсь. Вот. Не знаете, как это получилось? Не знаю. Молодец. Ума не приложу, как это получилось. Ума не приложу, как это получилось. Вот. Молодец. Я, когда входил в кабинет, никого в коридоре не было. Николай Петрович только деньги забрал. Вдруг налетели. Откуда они взялись? Я не понимаю. Ума не приложу. Раскаиваю. СМЕХАЕТСЯ Правильно? Да. Видимо, каждому свое. Вот это постановление о невыезде. Подпишите здесь, что ознакомились. Можете идти. Ага. До суда. Домой? Куда хотите. Ой, а то спасибо большое. А то два часа сидите, ждите, сидите, ждите. Что? Гараж я могу ставить? Ну, если у вас есть разрешение, то можете. Разрешение Николай Петрович не успел выписать. Ну, значит, не можете. А деньги взял. Так, значит, не надо было давать. Да как не давать? Я же вам говорю, без взятки гараж не разрешают поставить. Это вам и Осипов Володя подтвердит, и Иван Васильевич с 12 этажа, и Антонина Петровна тоже. О, Боже мой. Куда же вы? Ну, что же это такое? Ну, вот объясняешь, объясняешь. Ну, прям бестолочь на бестолочь. Вот и сегодня я хочу показать вам свое посвящение любимой тещи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мама. Наконец-то мы остались наедине, и я имею сказать вам следующее. Мама. С некоторых пор вы перестали убирать в квартире под предлогом, что вам уже якобы трудно нагибаться. Мама. Когда сегодня утром у меня выскользнул металлический рубль и закатился под диван. Вы нагнулись так, что вам позавидовали бы страусы, вы согнулись пополам, просунули голову с горящими фонарями под диван, а вот разогнуться уже не смогли. В этой позе под диваном вы и находитесь до сих пор. Мама. Какой прекрасный повод поговорить. Мама, я польщен. Никогда раньше вы не слушали меня с таким вынужденным вниманием. Никогда. Что хотелось бы отметить. С вашей дочерью, мама, мы теперь можем общаться только по ночам и только знаками для глухонемых. Я уже не представляю замочную скважину нашей спальни без вашего глаза снаружи. Но все равно это значительный прогресс. Помнится, в нашу первую брачную ночь вы умудрялись через скважину давать советы. Мама, я не буду вспоминать, что вы только однажды купили на своей кровной целую пачку макарон. С тех пор каждую ночь вы их пересчитываете. А ваши подарки? Спасибо за многофункциональный дезодорант. Как выяснилось, он же средство от тараканов. Но это были цветочки по сравнению с последним презентом. Тапочками белого цвета. Такого призрачного намека я еще не получал никогда. Мама, я не забуду ту роковую ночь, когда вы сделали себе маску из глины, чтобы выглядеть как Клеопатра. В ту ночь вы действительно выглядели как Клеопатра, если бы она дожила до наших дней. Но это ваше право. Я только не пойму, зачем вам надо было в таком виде меня будить? С тех пор мне каждую ночь снятся кошмары. То есть ваша улыбка, не обремененная зубами. Прав был тесть, когда пошутил, что один зуб он бы вам все-таки оставил, но при условии, что вы бы постоянно прикусывали им язык. Мама, когда я болел и сам себе пытался поставить на спину банки, вы склонялись над моим изголовьем и с плохо скрываемой радостью спрашивали, «Ну как? Тебе хуже? Вы предложили помочь мне, мама. Потом три недели семья пыталась отодрать ваши трехлитровые банки. Когда я попросил вас принести что-нибудь от кашля, вы подсунули мне сильнейшее ослабительное. Мама, спасибо. Я действительно долго боялся кашлянуть. Я не могу понять, почему всякий раз, когда мне предстоит важная деловая встреча, вы готовите мне гороховый суп. Нет, отдельные горошины, очень даже ничего. Мама, от вас в доме одна только польза. Когда я повесил на балконе вашу фотографию, голуби от страха стали гадить, не долетая. Итак, мамуля, вы по-прежнему внимательно смотрите на меня своим тазобедренным суставом. Наконец-то вы показали свое истинное лицо. Конечно. Я бы мог вас разогнуть. Конечно. Но помнится, вы не раз спросили оставить вас в покое. Как никогда с удовольствием выполняю вашу просьбу. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорю, Женя, девушка, а где я вас мог видеть, а? Это у нас условный сигнал такой, мол, как ты сегодня, а? Сегодня даже не мечтаю. Сегодня я себя плохо чувствую. Очень устала. Весь день без воздуха. И главное, смотрит как-то враждебно. И, в общем-то, понимает, что неправа. Но еще больше раздражается. Что-то спрашиваю, сам мог бы догадаться. Но ты же только о себе думаешь. Это у меня к тебе чувства. А у тебя ко мне одни инстинкты. Ну и в них ты меры не знаешь. Какая мера? Какая мера? Минздрав вообще ничего не предупреждал. Я уже забыла, когда ты мне цветы дарил. Когда последний раз шампанским угощал. А жена, между прочим, всю жизнь невеста. Ты че милестна? Ты че, опомнись, какая невеста? Сто лет замужем, и все, невеста, а? А инстинкт, между прочим, это не прихоть, а приказ космоса. А его умри, но выполни. Только смотрю, у нее такое состояние, что и вообще бесполезно что-то о космосе объяснять. Ну, взял так незаметно ключи от машины. Говорю, пойду прогуляюсь. Тоже что-то воздуха не хватает. Ну, вышел на улицу, сел в машину, по газам. За угол у нас там стоят те, что космосу помогают. Ну, приезжаю ко мной, спрашиваю. Сколько? Сколько-сколько? Четыре тысячи. Ух ты! А бы не место на год, да? За час. А если восьмичасовой рабочий день, а? Пускай даже с выходными. Это восемь на четыре и на двадцать два рабочих дня. Это сколько получается-то, а? Ух ты! Наверное, зарплата министра, да? Или еще больше, а? Хорошо устроились министры. Повезло! Повезло. Ой, да им тоже казалось, что повезло. Зато их сейчас трясут. Будь здоров как! Деньги вперед! Че это? Че это вперед-то, а? А из товара забежал, и... Не на рынке. Пробовать не даем. Да? А четыре тысячи чего? Можь в рублях. Можь в евро. Не-не, ну, в евро. Это же, как вы, в рублях, конечно. Нет, стоп, стоп, все, стоп. Какие четыре тысячи? У меня жена за четыре тысячи неделю пашет, не разгибаясь. Без воздуха, без шампанского. Совсем на барселе, а? Где у вас совесть-то, а? Показать? Не надо. Четыре тысячи. Оборзели совсем, а? И за что? За что? Мне что деньги-то? Даром, что ли, достаются, а? Четыре тысячи. Это же не напасешься. А? И куда же это депутаты-то смотрят, а? А не знают, по каким ценам народ живет? Ну, разозлился, плюнул, попал в лобовое стекло. Сразу ничего не видно, а? Зато так ясно стало, что проституция – это позорное явление нашей жизни. Это ж позорище, да? Это грязь. Это ж грязь, да? Грязь? Где грязь стоит четыре тысячи, а? Рассказать. Не надо. А если два раза в неделю, вот весь вот этот в грязи, а? Это сколько получается? Это два на четыре, еще на четыре. Тридцать две тысячи получит. Здрасте, живешь. А жене тогда что? Детям-то что остается? Они же как сорняк. Растут не по дням, а по часам, а? Что вы творите, а? Гадюки, а? А если каждый день? Вот это в грязи-то каждый день. Это что ж такое? Это как? Это тридцать на четыре? Четыре на тридцать? Это сколько получается? Сто двадцать. Ух ты, о-о-о, сто двадцать. Я даже сосчитать не мог. В голове не укладывается. Не-не-не, успокоился. Успокоился, успокоился. Поехал к супермаркету. Ну, купил там, что поделаешь там. Ну, шампанского, конфет, цветов. Два букета. И домой. А я видела. Как-то незаметно ключи от машины взял. Еще подумал, может, он за цветами. Интересный ты. А куда ж я еще мог поехать? На коленях за цветами. Сразу все на стол. Все это. Шампанское, конфеты, цветы. Два букета. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Здесь пить не стали. Ну, шо, целый день без воздуха. Сразу в постель. Лежим. Жена локтем в бок как даст. Офицер, сигареткой не угостите. Это у нас условный сигнал такой. Вот говорят, что женская дружба не существует. Что только мужчины могут дружить по-настоящему. А если мы обратимся к классике, то что получается? Вот смотрите. Онегин застрелил Ленского. А Татьяна с Ольгой даже не поссорились. Ну, вы знаете, вот если говорить о подругах, то у меня по жизни, у меня две подруги. Но мы с детства дружим. Одно зовут Карина, другое зовут Лена. И мне кажется, что дружба у нас настоящая на самом деле. Ну, про Карину я уже рассказывала. Такая, знаете, такая очень веселая, озорная, такая яркая, восточная женщина. С прекрасным чувством юмора. И она мыслит как-то так вот, удивительно мыслит. Ну, представляете, Карина своего кота назвала именем Гагарин. Вот у меня Петрович кот, а у нее Гагарин. И мне стало интересно, почему. Я у нее спрашивала долго, она как-то не хотела говорить. Все время уходила от ответа. Говорит, какая тебе разница, Света? Ну, Гагарин, Гагарин. Кис-кис зовешь, он бежит. Потом все-таки я добилась правды, я не пожалела. Она говорит, хорошо, ладно, я тебе скажу, почему он Гагарин. Хорошо, я чувствую, ты не отстанешь от меня. Да, Света, вот так получилось, Гагарин. Ну, а как иначе? Его 12 апреля кастрировали. Вы представляете, как у человека мозги работают нестандартно. Да что там кот Гагарин, у нее дочь Офелия. Представляете, какое имя, воспетое Шекспиром. Ну, правда, у Карины Офелия через А. Мне стало интересно, почему. Я задала ей этот вопрос, я говорю, ну, а почему через А? Она так на меня посмотрела, говорит, Света, ты что? Ты что, Гамлета не читала, что ли? Ну, на самом деле, Карина, она сама мало что читала в жизни, хотя библиотека у нее замечательная, спасибо родителям. Но было такое время, когда наши родители для нас собирали книги. Вот у нее была великолепная библиотека. Все, что можно было купить, родители купили. Все, что можно было достать, они достали. И если у меня на тот момент какая-то была потребность в какой-то такой эксклюзивной литературе, потому что я училась, я первым делом бежала к Карине. Я помню, что мне понадобился кальдрон. Я прибежала к ней, вот такие глаза, я говорю, Карина, выручай, я не знаю, что мне делать, мне нужен кальдрон. Вот понимаешь, если я не найду, все, это смерть для меня, Карина. Кальдрон. Она говорит, посиди спокойно, попей кофе, я сейчас пронесу. Убежала в другую комнату, прибежала ровно через две минуты, говорит, кальдрон не нашла, а налгин пронесла. Ну, про Каринку можно долго говорить, и я это уже делала на самом деле. Я рассказывала про нее, а вот про Лену нет. А мне хотелось бы, чтобы все-таки и про Лену узнал мир. Но про Ленку трудно. Понимаете, она в отличие от Карины, она такая серая мышь, такая. Ну, в общем, природа в плане внешности над ней сильно поиздевалась. Она и росла как-то несуразно. У нее сначала выросли ступни. Ну, представьте, девочки, 10 лет, у нее 41 размер. Ну, правда, плавала она лучше всех. Ну, а что ты, шлеп-шлеп, она уже у буйка. Ну, и устойчивая такая была. Да, а потом, потом у нее через год к супням подтянулись руки. А ноги как-то долго не росли. Вообще у нее с ногами, у нее беда большая была, у Ленки. У нее всегда была беда с ногами. Ну, ноги, ну, ноги, ну что. Ну, они как-то вот, они из седалища, они обычно растут. У Ленки они вьются. Такое впечатление, что она их накручивает на бигуди. Ну, короче, вы поняли. То есть, Ленки автомобили вслед не сигналят. Только поезда. Мы как-то за грибами пошли. Я помню, девочки, подростки. А она заблудилась, отстала от нас, заблудилась. Сама вышла к шоссе, потом рассказывает, я долго просила меня подобрать, подвезти. Никто не останавливался. Наоборот, как-то водители ускорялись. И она говорит, я устала, я села на обочину. И вдруг виск тормозов, остановился автомобиль, какой-то дядечка ее подобрал. Ну, она, конечно, у него спросила, ну, а вы вот меня подобрали, наверное, потому что пожалели. Он говорит, ну, ты знаешь, если честно, я отвлекся. Ну, я отвлекся, а потом голову повернул, ты. Думаю, господи, я лося сбил. Ну, вы знаете, когда мы втроем, я, Карина, Ленка, когда мы в песочнице в детстве играли, если там были кошки, они Ленку все время как-то пытались закопать. А вообще она очень хорошая, она очень замечательная. И на фоне Ленки мы с Каринкой, мы росли красотками, уверенными в себе. Мы знали, что если мы вырастем, все, у нас будет вагон женихов. У нас не будет в этом дефицита, не то, что у нее. Она никогда себе никого не найдет. Ну, кому она нужна? А мы-то красотки. И вот так мы росли с этими мыслями. Мы росли, росли, и мы выросли. И мы с Каринкой оказались в Ленкиной тени. Потому что это ошибка природы. Она каким-то образом смогла. Она такое у себя нарастила. У меня столько рук нет. Она прямо не ходит, она ходит горбами кверху. У меня вроде как-то что-то и наросло немного. А у Каринки у нее вообще беда. У нее оно вроде как рвануло, а потом передумало. А у нее хорошее чувство юмора, она не переживает. Она говорит, ай, я тебе умоляю, Света, зато бусики ровненько висят. И теперь, конечно, когда Ленка вот это все свое приносит в мужскую компанию. Мужики, они прям... Они как бандерлоги. Они все там. Мы с Каринкой даже можем раздеться. Они все там. Им уже все равно, на каких ногах вот это счастье пришло. Ну, Ленка, она замечательная. На самом деле, если бы не она, я бы никогда не вышла замуж. Она добрая девочка. У нее много... У нее много мужиков. У нее просто как поезда по расписанию. Она ко мне приехала в гости. А напротив живет интерес и мужчина. Она присматривалась к нему два дня. Потом говорит, ну ты что, вроде мужик-то ничего, а? Вроде одинокий, но надо брать. Я говорю, ну как, ну как? Я его даже не знаю. Ну что я вот так вот... Позвоню в дверь и скажу, мужчина, я извиняюсь, можно я вас на руках до ЗАГСа донесу? Я так истосковалась, я не уроню. Она говорит, ну зачем так грубо? Примани его на котлетку. Научила как, на следующий день, к его приходу, я нажарила котлет. Смотрю, он поднимается по лестнице. Я входную дверь распахнула, и все это котлетное туда, вот это... А сама котлетку зажала в зубах, стою, жду. Конечно, он пошел на запах. Конечно, ему захотелось попробовать продукт. Вот он, первый поцелуй. Пока он жевал котлетку, я ногой закрыла дверь. И на три дня. Три дня его поила, кормила, веселила. Через три дня пьяненьким притащила в ЗАГС. Говорю, милый, мы на почте, тебе бандероль распишись. И все, и дело сделано. И все. Ну, благодаря Ленке мы живем дружно. Потому что она меня сразу предупредила. Она говорит, если ты хочешь с мужиком прожить до конца своих дней, счастья и радости, не надо ничего из него выпиливать. Не надо. Они сопротивляются этому. Ну вот, то, что приплыло, то твое. Люби, благодари Бога. Я говорю, ну а если меня что-то раздражает? Она говорит, ну а что тебе раздражает? Я говорю, ну он во время секса не снимает носки принципиально. Меня это раздражает. У нас секс. Он в носках. Она говорит, ну не снимает носки. Ну, может у него ноги мерзнут. Ну, не снимает носки. Ну, пусть не снимает. А ты не снимай колготки. Опять же, благодаря Ленке я всегда на празднике получаю то, о чем я мечтала. Она меня научила. Она говорит, не надо вот это вот намекивать. Они не понимают ничего. Им надо точно сколько вешать в рамах. Что-то для себя наметила, все. Возьми его за руку, приведи, ткни пальцем, скажи, вот это хочу. Других вариантов нет. По-другому ничего не получишь. Получишь только его фантазии. И поэтому, когда мой Мия спрашивает, например, на 8 марта, что бы ты хотела в подарок? Я ему говорю честно. Я говорю, хочу секс на 2 часа. Неистовый. Мезудержный. Как ты, потянешь? Он говорит, а что, у меня есть варианты, что ли? Ну, что, буду как-то тянуть. 8 марта все-таки. Буду как-то радовать. Ну, я тебе сразу предупреждаю. Я буду все время кричать от ужаса. Я говорю, а с чего ты будешь кричать? Он говорит, ну, потому что я уже все, до конца секса еще 1 час 55 минут. Ну, я не знаю, может быть, про секса не стоит, но... Ну, слушайте, ну, с другой стороны, это часть нашей жизни. Не самая плохая, между прочим. И мы все здесь сидим 18+. И потом Ленка, она мне всегда говорила, подруга, запомни, запомни, секс, деньги и юмор продлевают нашу жизнь. Поэтому, дорогие мужчины, вот я сейчас, я сейчас хочу к вам обратиться. От имени всех женщин, сидящих в этом зале. Вот они не могут ничего сказать, а у меня микрофон. Поэтому я буду говорить громко. Я практически буду кричать. Дорогие вы наши. Работы у вас непочатый край. Вы можете не снимать носки. Черт с ними, переживем. Можете орать от ужаса. Но помогите нам. Кто чем сможет. Что творится, а? Что творится? Говорят, сейчас новый закон выходит. Лицам, дожившим до 80 лет, нужно будет заплатить штраф. Лицам, дожившим до 80 лет, нужно будет заплатить штраф. Мне немного осталось. Что в мире творится, я уже боюсь даже комментировать. Каждое столетие Запад объединяется против русских, чтобы получить от них по морде и успокоиться еще на сто лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Вот что творится. Запад сошел с ума. Санкции, санкции. Стат Колорадо отзывает из России своих жуков. Поляки тоже требуют от нас выплат, понимаешь, за события 1613 года, в ходе которых Иван Сусанил завел в дремучий лес польско-литовских интервентов. АПЛОДИСМЕНТЫ Скоро немцы тоже захотят выставить нам претензии. АПЛОДИСМЕНТЫ С отвратительный сервис во время купания на Чудском озере. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам так скажу, роняли их аисты. САССИ Поехала у них кукушка. САССИ Вот я думаю, если Шольц обиженная колбаса, САССИ То Байден просроченная. САССИ Или у них это осложнение после ковида, может быть. САССИ Вы слышали? Новый вирус появился. Пирола называется. В нем все штаммы объединились. И британские, и африканские, понимаешь, и обезьянь и оспа, и муравьиная чума, и клоповидная нурез. САССИ Ой, помню, во время пандемии, чего только мы не вытворяли, САССИ Помню, зашел в магазин, очередь длиннючая, аж противная. Я начал громко кашлять. САССИ Очередь начала кашлять в ответ. САССИ Не прокатило. САССИ У меня приятель, дрессировщик собак, тогда жаловался. До пандемии, говорит, я и не думал, что выгуливая собаку, мы оба будем в намордниках. САССИ Ну, слава богу, ковид позади. Все, все, все. Дай бог, чтобы больше этого не было. Сейчас все свободно гуляют по улицам, чихают, плюют. САССИ Поэтому в Москве все время плитку перекладывают. САССИ Коронная фигня, коронная фигня, коронная фигня, обойди меня. Коронная фигня, обойди меня. У меня сосед 95 лет, вот, вдруг почесал затылок и решил привиться. Я говорю, ты с ума сошел. Неизвестно, как это тебя аукнется через 10-15 лет. САССИ А еще, помните, тогда ходили слухи, что нас с прививками всех чипируют. САССИ Присосывается там к мозгу и из мозга контролирует человека. САССИ Многих уже чипировали. Только Ольгу Бузову не смогли. Чип не нашел, к чему присосаться. САССИ Господи, прости. САССИ А еще, по замыслу Билла Гейтса, он хотел с помощью пандемии сократить население планеты. Мы должны ему помешать. САССИ Необходимо повышать рождаемость любыми путями. Каждой женщине помочь родить, чтобы остановить этого гейтса. САССИ Именно это я сказал мужу соседки, который застал нас в постели. САССИ И чуть не сократил население планеты на одного человека. САССИ Вот артист Петросян молодец. Поднимает уровень населения на должный уровень. САССИ И не собирается останавливаться. САССИ Ох, роняли много таястых. И его тоже. САССИ Инспектор меня останавливает. Мне кажется, вы выпили. А ну-ка, дыхните. Я говорю, сейчас дышать в лицо нельзя. САССИ А вдруг я заразный? САССИ Инспектор говорит, тогда дыхните мне в ухо. САССИ Ну, и я дыхнул ему в ухо. Сильнее дышите. САССИ Хорошо, теперь в другое. Я дышу в другое. Отлично, можете ехать. Слушайте, говорю, А как вы по уху определили уровень алкоголя? Инспектор говорит, никак. Я тут три часа на морозе стою. У меня уши замерзли. САССИ Уже не знаешь, где что. Пошел к врачу. Он мне диагноз поставил. Задета не только кора головного мозга, но и, так сказать, сама его древесина. САССИ И назначил мне пропить железо. Теперь у меня нет машины и гаража. САССИ А еще он дал полезный совет мне. Добавьте, говорит, вашей озабоченности праздничного волшебства. Положите в нос немного блесток перед тем, как чихнуть. САССИ Такое впечатление, что меня тоже аиста роняли. Недавно в колдовской книжке прочитал старинный обряд по привлечению денег. Ну, деньги-то нужны сейчас особенно. Ну вот. Значит, нужно было, там написано было, достать четыре свиных копыта. Вы записывайте, вам пригодится Квадратиком потом их разложить. Поехать на кладбище надо ночью. Разложить копыта при полной луне. Нарвать пучок зверобоя. Ну, я купил в магазине копыта. Подумаешь, взял такси, поехали ночью на кладбище. Подъехали. Я спрашиваю водителей, как тебя зовут? Он говорит, Кондратий. САССИ Я говорю, Кондратушка, ты меня подожди здесь у забора, а я сейчас пойду, сделаю свои дела и поедем домой обратно. Проник полночь на кладбище, разложил копыта, нарвал пучок зверобоя. И тут у меня из кармана ключи выпадил. Ползаю по траве, ищу ключи, и вдруг сзади голос, далеко собрался. Я оборачиваюсь, сторож стоит с лопатой. Я говорю, мужик, у меня проблемы. Я домой попасть не могу. САССИ Ты только помоги мне копыта найти. САССИ Он говорит, какие еще копыта? Я говорю, я тут где-то копыта отбросил. Понимаете? Он говорит, да тут все отбросили. САССИ Мужик, ты меня не так понял. Я копыта найду и домой пойду. Меня у забора Кондратий ждет. Он как дал мне лопатой по башке и закричал, по кладбищу гуляй, а за забор не пущу. Ох, роняли многих, ай. У нас с Юрием важная миссия. Руководство уполномочило нас проверить, насколько у вас здоровое чувство юмора. Тогда давайте подготовимся к смехосмотру. Серьезное дело, между прочим. Поэтому, внимание, подготовка будет такая. Сейчас я опущу руку и все смеемся. Все поняли задание, да? Готовы? Два человека готовы, что ли? Все, поехали. И... Фальстарт, спокойно. Поехали! О, прямо какое-то многоржачие тут. Хорошо. Что-то первые ряды, по-моему, слабее смеются, чем... А там какой-то заворот смешок. Так, давайте еще раз, ребята. Если мы так до утра будем делать... И... Раз! Поехали! Молодцы, 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 молодцы. Ура, кричат. Итак, у нас очень простой будет смехосмотр. Мы будем читать свои шутки. Если вы будете смеяться, значит, все, смехосмотр прошли. Готовы? Методика авторская. Все шутки написали мы сами. Итак, начинаем смехосмотр. Закон шашлыков. Не успеешь сто раз сказать «чевапчичи», как все уже напились. Хорошо, хорошо. У российских футболистов в крови нашли похмельдоний. Елена Малышева в аквапарке скатывается по трубе. Подождите, рано, рано. Фальстарт. На выходе из трубы говорит в камеру. Как вы поняли, тема сегодняшней передачи – работа кишечника. Вот, хорошо, хорошо. Идет терапия. Давай, Анатолия. Дочь Хиллари Клинтон беременна. Хиллари утверждает, что это тоже сделали русские хакеры. Старейшему жителю России исполнилось 125 лет. На вопрос, в чем секрет долгожительства, он ответил. Ипотека! Банк не дает помереть, пока не рассчитались. Оля, зачем ты делаешь селфи с шоколадкой? А что ж я тогда сожрала? Хорошо, хорошо, хорошо. Мужики, я себе сделал пластическую операцию. Ты что, дурак? Нет, не дурак. Я теперь дура. Новости науки. Впервые открыты частицы, превышающие скорость света. Это губернаторы, которые после прямой линии с президентом помчались к пострадавшим. Я понял, а вот для того, чтобы у нас в стране все было хорошо, нужно прямую линию с президентом проводить каждый день. И через полгода, я гарантирую, у нас будет самая процветающая страна в мире. Был еще один звонок, его в эфире не показали. Звонила одна дама, жаловалась президенту, что ее муж не исполняет супружеские обязанности. Тут же примчался губернатор, помог. Теперь внимание, сейчас такой умничок. Мой муж сошел с ума, каждый вечер снимает носки. Ну это нормально. О, если б так думали прохожие, у которых он их снимает. Капитан кричит матросу. Человек за бортом, срочно круг, матрос. Владимирский централ, ветер северный. Нововведение. Теперь при звонке в полицию с вами разговаривает автоответчик. Если вас бьют, наберите один. Если обманули мошенники, наберите два. Если отобрали мобильник, наберите три. И на мобильнике. Итак, вы набрали цифру один. Если вас бьют сильно, наберите два. Если бьют ногами, наберите триста сорок восемь, сорок семь, пятнадцать. Добавившись двести пять, пять, восемь, триста девяносто пять. Если вы потеряли сознание, нажмите звездочку. Продолжаем терапию. Автонавигатор говорит женским голосом. Через сто метров поверните налево. В Дагестане женщина не может так разговаривать с мужчиной. Поэтому дагестанские навигаторы разговаривают так. Я, конечно, очень извиняюсь. Кто я такой, чтобы тебе советовать? Ты самый лучший, самый умный. Ты просто мах какой водитель. Но если ты устал четыре часа кружить, вот это туда-сюда по кругу, и хочешь доехать уже в этот чертовый автосервис, «Чуть-чуть поверни налево». А навигатор в женской машине говорит всего одну фразу мужским голосом. «Куда поехали? Быстро вышел из машины, пошла куша творить». Молодцы! Минсоцтруда объявила, что с нового года пенсии поднимутся до ста тысяч рублей, а возраст выхода на пенсию поднимется до ста пятидесяти лет. Ну что, у вас здоровое чувство юмора? И это здорово! Хочу! И хоть ты тресни! И мужик заметался, забегал, курит на лоджии, шипит, кряхтит чего-то и дура набитая, и совсем с ума сошла, и ноги кривые, и тут всего второй размер, а сколько из себя воображает, и мама моя не любит, и циничная, и меркантильная. Только он уже запомнил, чего ты хочу, уже уточнил цвет и размер этого хочу. Женский хочунщик растет всегда быстрее мужского магунщика. Если тебе чего-то хочется, никогда не требуй и не проси. Просто скажи. Хочу. Хочу сумку из шкурки малайского харивасика. Эти харивасики такие прикольные. Мужика надо держать в тонусе. Он утречком еще не проснулся, он глазки свои васильковые, которые между бровок и мешочков еще не открыл, а уже должен чувствовать себя виноватым, что чего-то тебе вчера не купил. Никогда не говори о своем капризе заранее. Муж должен узнать и обалдеть. Обалдевшего мужика можно брать голыми руками. Глубокой ночью, тихонечко, ласково, поцелуй его в лысинку. Тихо, тихо, на ушко, тихо скажи. Вадик, папусик, побоек, мой звереныш. Вадик, ты не мог бы воплотить в жизнь одну мою махонькую мечтульку. Хочу. Повторяю, о цене не слово. Главное, тихий голос, спокойствие и уверенность. Если прыгнул с балкона, смотайся вниз под балкон, поймай, затащи назад и еще раз доскажи свое хочу. Если второй раз прыгнул с балкона, смотайся вниз, поймай, затащи назад и доскажи, чего он не дослушал. Третий раз побежит к балкону, привяжи его к стулу. Стул к батарее. Девочка, но когда ты ему уже надоест прыгать, он возьмет тебя за руку и поведет туда, куда ты скажешь и у вас наступит день примирения и согласия. Ты примиряешь, он соглашается. Он должен понимать, что если даже его сейчас хватит Кондратий, ты все равно его спасешь, вернешь к жизни и покупать ему придется однозначно. Но никогда не говори, что без норковой шубы ты замерзнешь насмерть. Ты подскажешь ему выход. СМЕХ Не дави на мужа, но дай понять, что рядом со счастливой женщиной в норковой шубе даже самый плюгавенький мужичонка чувствует себя самцом. А они так любят чувствовать себя самцами. Ой, мужчины умные натуры, но миром правят бабы-дуры. СМЕХ Мужская логика может быть и правильная, но женская это интересней. Вот смотри, каждая женщина хочет новое платье, да? Да. Но еще больше она хочет влезть в старое. СМЕХ Настоящий мужчина это тот, который выходит из машины и говорит, дорогая, ты идеально припарковалась, а этот Лексус уже был мятый. И кот уже был дохлый. Да это дерево здесь нахрен никому не нужно было. Да, мы не идеальны, но, как говорится, бриллианту прощаются острые грани. Ведь жена это повар, посудомойка, техничка, прачка, медсестра, воспитатель, учитель, швея, экономист, бухгалтер, психолог, любовница, а муж устает на работе. Мужики, если у вашей жены плохое настроение, отойдите на безопасное расстояние и бросьте в нее кошельком. А вы, женщины, позволяйте себе капризы. Это как массаж. Пара-тройка капризов и отдохнула. Но здесь тоже надо знать меру, а то одна идиотка попросила у мужа норковую шубу. Через полчаса сказала, «Хочу сапоги из норки». А еще через 40 минут закатила скандал «Хочу норковые колготки!» Знаете, чем дело кончилось? Убил. И в суде его оправдали. Дали путевку в санаторий, а бывшую тещу обязали платить ему алименты. Но это трагедия, бывает и комедия. Муж с женой поссорились, жена говорит «Собирай свои шмотки и убирайся отсюда». Муж спокойно собрал вещи, пошел к выходу, а она не унимается. «И чтобы ты всю жизнь мучился!» Муж поворачивается и говорит «Тебя не поймешь. Только что гнала, теперь хочешь, чтобы я с тобой осталась». Многие считают, что потребности женщины должны соответствовать возможностям мужчины. Это очень большая ошибка. Мужчина должен хотеть прыгнуть чуть выше головы и мечтать об этом и ждать аплодисментов за успешный прыжок. А как он потом будет раскланиваться? Ой, мой муж сказал, что сегодня ночью сделает все, что я захочу. Скорее бы ночь. Хочу посмотреть, как он будет клеить обои в прихожей. А ночью так хочется прижаться к его теплому плечу, слушать его тихое сопение или храп, потом треснуть тапком по морде, чтобы прекратил и снова мирно спать рядышком. Ведь холодных женщин не бывает. Бывает, таять смысла нет. Конечно, бывают упертые мужики. Тогда самый простой способ истерика. Пусти слезу, покричи, но кричать надо не так. А-а-а, орать надо, как во время родов. Если полчаса правильно поорать, то сапоги, шуба и поехать в Париж у мужа выходит запросто, без помощи акушерки. Знаете, как выглядит идеальный муж и жена? Жена говорит, милый, иди водку пить. А он говорит, дорогая, я еще полы и не домыл. Но я считаю, что у женщины должна быть и своя личная жизнь. Вот был такой случай. Встретились три школьных подруги. Решили распить бутылочку. Но где? У одной дома муж, у другой дети, у третьей свекровь. Решили очень необычно распить бутылочку на ближайшем кладбище. Сели, выпили, закусили, повспоминали, похохотали, взяли с могилок по букетику цветов и пошли домой. Утром встречается их мужья. Один говорит, мужики, моя, кажись, любовника себе завела. Вчера пришла пьяная с букетом роз. Второй говорит, слушай, и моя вчера пришла пьяная с букетом ромашек. Третий говорит, вам-то хорошо, ваши жены хоть по одному любовнику себе завели. А моя вчера пришла в лоскуты в руках корзина с ленточкой Абратвэ. И что еще хочу сказать, мужики, если вовремя разбудить в душе у женщины колокольчик, она твоя навеки вечны и будет звенеть для тебя всю жизнь. А когда вы будете старенькие, вы будете хромать рядышком, держать друг друга под локоточек и радоваться, что был в жизни у вас тот самый колокольчик, и что только ради него стоило жить. Все можно отобрать у человека. Деньги, квартиру, чины, ордена, жизнь можно отобрать. Это сейчас запросто. А вот наша любовь не сможет у нас отобрать никто. И туда мы с собой ничего не унесем. Унести-то можно только то, что вот здесь, внутри, в душе. Улыбка любимого, смех ребенка, мамину колыбельную, которая на тебе пела, когда ты болела, чудный запах, который живет на затылке у твоего внука. Унести можно только любовь, данную нашей душе Господу. Женщина произнесла одно единственное слово. Люблю. И весь мир благодарно замер. АПЛОДИСМЕНТЫ как и вы. Да, да. Ну, конечно, посмотрим, конечно, посмотрим. До свидания. Такая же бездарная, как и вы. Как мне это все надоело. Вот все лезут в звезды, все лезут в звезды. О, следующий. Здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Ну-с, кто? Что? А, что, кто? Вы? Я? Гулькин Альберт Спиридонович. Ух ты. Гулькин Альберт Спиридонович. Хорошо, Гулькин. Что? Кто? Я говорю, что читать будете, Гулькин? Басню, стишок. Войной мир наизусть. Ну, стишок с выражением. А знаете, что, Гулькин, а давайте без выражения. У меня Лермонтов Юрьевич Михаил Парус. Гулькин, 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 в арте поступать в артисты. С такой дырой в арте вы хотите стать звездой. А ну-ка, пройдите туда-сюда. Так, 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 так. Стоп. У вас плоскостопие. А как вы с этим плоскостопием петь собираетесь? Так вы вообще сюда дошли? Ой, ну ладно уж. Давайте свой парус. Мим. Мими. Мими. Что такое? Гулькин, что с вами? Гулькин, Гулькин, что с вами? Белееет! Поосторожней с этим белеет. Я вас не зашипываю. Нет. Гулькин, Гулькин, меня не так били в театре после спектакля и актеры, и зрители. Давайте, время, время, время. Белеет парус одинок в тумане моря голубого, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родной. Гулькин, Гулькин, ну что вы, тянете кота за хвост. Кого? Кошку драную. Ну, побыстрее, вы можете побыстрее поживить? Да, да. Конечно, горе вы мое, господи. Белеет парус одинокий, в тумане моря гордолом, что ищет он в стране одекой, что кинул в краю родном, играет полную в руку, свечет, матч нелес, и крепит, у вас счастье не ездит, и не отчастие бежит. Гулькин, ну куда вас верно? Какая разница, как извратить Гоголя? Поймите, вы должны воздействовать на меня, то есть на зрителя, так, чтобы я понял, а для этого нужно, чтобы каждое слово до меня доходило. Ясно вам? Каждое слово до меня доходило. То есть вот так, чтобы каждое слово доходило. Каждое слово, чтобы доходило. Сейчас дойдет. Хорошо. Белеет парус одиночный в тумане моря голубон. что? Что? Ищет он в стране далекой. Что? Что? Кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастье. Ищет. Я счастье. подним струя. Светлей лазури. над ним луч солнца солотой. А он мечер бросит бури, как будто в бурях есть покой. сижу за решеткой в темнице. сырой, сформленный неволе, а рот молодой, мой верный товарищ махает лук, головую пищу, клюет под окном, клюет и гроза. Гулькин, это очень убедительно. Безусловно, безусловно, вы станете звездой, но все-таки Гулькин. Молилась ли ты на ночь? Что такое? Фестимона! Гулькин, 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 все, вы приняты, господи! Гулькин, господи!